Дорогие друзья, всем добрый день, бонжур, хелло, здравствуйте, и мы продолжаем изучать Тору, продолжаем изучать Тору в обычном режиме, значит, из Иерусалима, кстати, я провожу сегодня урок, и это очень интересно, что все пророчества, которые были в книгах пророков, сбываются, и даже интересно сейчас, я сегодня узнал, в сегодняшнем уроке, я в конце расскажу о том, какое пророчество сбывается сейчас в наше время, что написано во время прихода Машеха, когда придет, будет эпоха приход Машеха, есть один признак, который прям вот реально сейчас, он прямо вот сбывается на наших глазах, я в конце расскажу, что это за признак, очень надеюсь, что мы с вами как раз увидим, и так мы с вами, то поколение, которое увидело просто изменение мира, вот за счет интернета, сбылось уже пророчество, что наполнится вся земля знанием, то есть перед приходом Машеха, когда Бог проявится, и, ну, то есть вот этот божественный свет, он станет доступен всем, и все увидят вот это вот, как обстоит дело, да, на самом деле, так написано, что наполнится вся земля познанием, и как это возможно, чтобы вся земля наполнилась познанием, когда пророки это писали, там, две тысячи лет, три тысячи лет назад, как же могла вся земля в то время наполниться знанием, там жили какие-то аборидены, здесь аборидены, там жили какие-то, там непонятные вообще индейцы, и так далее, а вот что, в наше время интернет наполняет знанием любой уголок земли, Африка, Австралия, Новая Зеландия, где бы ни жил сейчас все, я был в Индии, вот сидят в самые такие отсталые вот вообще слои населения индийского, да, и все сидят со смартфонами, значит, и смотрят в эти смартфоны, то есть получается, что вся земля наполнилась знанием, и знание сейчас доступно всем, вот это Торок Торы смотрят люди сейчас со всего мира, со всего мира, прям реально из таких мест смотрят, что просто удивительно, вот даже из Белой Церкви, Света Дмитренко, из Белой Церкви смотрят, да, этот урок, сейчас же он идет и в Фейсбуке, и в Инстаграме, и я думаю, вот сейчас Борис Ранев из Москвы, значит, из всех уголков мира смотрят уроки Торы, все, теперь, значит, сегодня у нас мы находимся, глава, которая называется Лех-Леха, в конце, иди себе, иди к себе, да, Авраам, это был первый человек после потопа, он уже был именно такой, ну вот, достаточно близок к нам по своему строению, хотя он жил 180 лет, 175 лет жил Авраам, 175 лет он жил, да, ну, то есть, ну, сейчас тоже живут люди 120, есть люди 127, живут 130, то есть Авраам, но он уже, он был не такой, как были Ноах, и не такой, как был первый человек, то есть, он был уже более близок к нам, и Авраам Авину, про отец Авраам, он, он поднялся ко Всевышнему, то есть, он нашел сквозь вот эти вот все ментальные завесы, сквозь все, ведь, что значит найти путь ко Всевышнему, да, через знания о Всевышнем, то есть, человек, он воспринимает то, что он знает, вот, человек, он вниманием своим, да, своим вниманием, он исследует мир, вот, вниманием своим, да, именно, как сказать, контакт с миром идет через внимание, через намерение, И вот, обычный человек, все его внимание с момента пробуждения приковано к каким-то, ну, к бытовухе какой-то, да, проснулся человек, он, о, там, типа, нога зачесалась, надо бежать на работу, так, надо что-то покушать, что я буду кушать, и все его внимание, оно все время блуждает по каким-то таким вот аспектам вот этого вот мира, кто-то, он, например, говорит, секундочку, я человек продвинутый, я сейчас буду с утра медитировать, он, значит, свое внимание направляет внутрь себя, и он внутри себя что-то там наблюдает, да, другой человек говорит, не-не-не, зачем мне внимание направлять вовнутрь себя, я лучше внимание направлю на снаружи себя, и он идет, там, начинает заниматься йогой, да, он так встанет, так встанет, так ногу закрутит, так ногу закрутит, сюда ногу затянет, туда руку протянет, То есть он как бы все внимание уделяет своему телу. Третий человек говорит, секундочку, не-не-не, ну смысл, я лучше свое внимание присоединю сейчас ко Всевышнему, и он говорит, Представляете, вот эти слова, если он осознанно говорит, он такой, что ты вернул в меня душу мою, раба имунатеха, велика вера моя в тебя. А вера это как клей, который вот это намерение приклеивает к какой-то идее, цементирует намерение, да? То есть вера это когда ты не просто подумал о том, что Бог есть, а ты подумал и зацементировал. Ты не просто подумал, что я хочу приблизиться к Богу, выполнять его волю, ты подумал, поверил и зацементировал, да, цемент. Это вера. Вера это как цемент такой. А потом ты берешь этой верой, и она тебя начинает двигать, чтобы ты действовал, чтобы ты начал действовать. И первый, кто это сделал, выйдя из язычества, вот Коля Сахарчук сказал это, да, что первый, кто это сделал, это сделал Авраам. Но когда он услышал голос Бога, иди к себе, это уже было после того, как он разбил всех идолов в доме у отца. То есть его отец был главный идолопоклонник, торговец идолами у Немрода. И Авраам, который был его сыном, он с детства знал все это идолопоклонство. Есть известная история, когда Авраам, еще будучи ребенком, отец его оставил наблюдать за магазином, где продавались эти идолы. И Авраам, он, значит, ходил, смотрел на этих идолов, потом взял палку и поразбивал все эти идолы. Значит, отец приходит и говорит, кто в магазине разбил всех идолов? Кто? Авраам говорит, вот главный идол, видишь, вот он стоит, а он этому главному идолу палку положил, которую он разбивал. Отец говорит, как он мог это сделать? Это же чучело какое-то, это же не, как он мог разбить всех остальных идолов? Авраам ему говорит, видишь, папа, ты сам догадался, что это чучело, никак он не мог разбить всех идолов. И папа говорит ему, а, говорит, сынок, значит, сдать меня хочешь, как Павлик Морозов, властям, ты что, говорит, у нас тут и дало поклонство. И там дальше рассказывается история, что папа на него пошел и написал заявление, значит, заявление написал в органы безопасности вот этого государства, где Немрод был царем и так далее. То есть Авраам, он не просто верил в Бога, он свою веру, он подтверждал действиями. Ну хорошо, дальше Бог к нему обращается и начинает проверять эту веру. Значит, он начинает проверять эту веру и ему говорит, иди себе, я тебя возвеличу, я тебя, значит, сделаю великим народом. И Авраам выходит со своей женой Сарой и со своим племянником Лотом, и он выходит и идет в землю Кнаан. Земля Кнаан, где сейчас земля Израиля, это место повышенной духовности, то есть это место пуповина, соединяющая духовный материальный мир. Это всегда была эта пуповина. И здесь жили самые страшные маги-идолопоклонники того времени. Вот если вы будете в Иерусалиме, зайдите в музей Израиля, и там есть вот эти идолы, которые были до того, как Израиль из Египта пришел сюда. Здесь были вот эти вот Кнаанские народы-идолопоклонники. Страшно вообще просто посмотреть на их вот эти вот маски, на то, как они жили. Просто такая, знаете, вот демонизм какой-то, да, это идолопоклонство здесь было. И Авраам идет в этот демонизм, значит, для того, чтобы проповедовать веру в единого Бога, которая выражается в чем? В любви и в доброте. То есть вера в единого Бога, она базируется на том, что надо быть добрым, надо любить, возлюбить ближнего, как себя. И Авраам идет с этой вообще непопулярной идеей. Он идет в место, где главная идея, где детей приносили в жертву, где было узаконено там все, что только можно, зло, вот все зло, это было здесь человеческие жертвоприношения. Это, вы знаете, когда приехали эти контистадоры в, там где сейчас Мексика, да, в Южную Америку, когда приехали контистадоры. Я читал это в книжке, они зашли, а там у них вот этот храм этих инков, которые там были, и просто вот так завалена гора черепов, гора трупов, крови по колено. Это я читал воспоминания этого, тоже он был потом, конечно, он их всех вырезал, как его звали главного контистадора, Кортес, по-моему, его звали, Кортес. Но просто Кортес, который потом вырезал всех этих инков, ацтеков и так далее, он сам ужаснулся от той жестокости, которую увидел в человеческих жертвоприношениях. А у них это было просто как бы, ну что, утром там этих поймали, в жертву принесли, все. Теперь, значит, и Авраам идет вот туда, в это логово идолопоклонства, проповедовать веру в Бога, в любовь, в добро и так далее. Значит, приходит он туда, но здесь самое удивительное, это его жена Сара. Его жена Сара, которая, ладно, Аврааму Бог открылся, Бог ему сказал, а Сара, а Сара, приходит к ней муж, представляете, и говорит, Сара, мы уходим. Она говорит, куда? Бог не сказал, куда, Бог сказал, иди к себе. Сара говорит, а как же, а как же мы, вот у нас тут дом, там, слуги, ну то есть целая инфраструктура, он был очень, ну, обеспеченный, богатый, куда мы пойдем? Авраам говорит, не знаю, но мне Бог пообещал, что он меня возвеличит, и будет благословение, и мы должны идти. И Сара с ним уходит. Вот они приходят туда, куда муж ей сказал, что будет все великолепно. Приходят они в землю Израиля. Вот здесь как раз сегодняшний отрывок об этом. И было, а нет, еще не об этом, это было вчера в конце, мы не дочитали. Пришли они в землю Израиля. Тут вокруг и дало поклонники, страх и ужас, и начинается голод еще. Так, доброе утро, Раиса Васильевна. Значит, и начинается голод. Представляете, вот муж жене говорит, дорогая, все, сейчас пойдем, значит, поедем на заработки, все, заработаем денег, будет все хорошо, будет, Всевышний нас будет защищать, все. Приезжают, а там голод, нечего кушать. И, значит, Авраам говорит царе тогда. Да, Сара говорит, голод, но Всевышний нас не оставит. Ну, вот я слышал, что в Египте, это еще дальше, пешком идти в Египет на верблюдах 10 дней. Он говорит, еще 10 дней на верблюдах, ну, недолго, жарко, лето, плюс 40, ну, ничего страшного. На верблюдах, в крайнем случае верблюда, а есть верблюда тоже нельзя, он не кошерный. И он ей говорит, пойдем, говорит, в Египте все будет хорошо. И идут они в Египет. Но ни разу, ни разу Авраам не сказал Богу, что ты что-то меня там обманул, где же так, где же ты есть, и что ж ты мне обещал, что будет все хорошо. Авраам, Авраам, он с Богом был в идеальных, он, то есть, он за все спасибо Всевышний, я не понимаю, может быть, где-то я что-то, в общем, Авраам ни разу, он против Бога не выступил. И, значит, вот сегодня начинается, воей его Авраам Мицрама. И было, когда пришел Авраам в Египет, а он пришел в Египет, и он приближается к Египту и говорит своей жене Саре, она же была его родственницей, она была его родного брата, дочка, племянница, можно сказать. И он ей говорит Саре, Сара говорит, смотри, тут люди, дети вообще живут. Дети и люди живут в этом Египте, которые, у них в Египте, они голые ходили, у них разврат, это было как, ну вот, как, ну как, вот, я даже не знаю, как что. Вот просто это было все. И он говорит Саре, Сара говорит, здесь опасно, давай так, мы скажем, что ты моя сестра, для того, чтобы обезопасить себя. Потому что, когда будут они тебя увидят, то есть они, когда женщина не замужняя, то они хотят на ней жениться. И они будут ко мне подходить как к брату и говорить, выдай ее замуж. Я буду говорить, что уже у нее есть жених, а там было принято, что за девушку, когда ее брали замуж, давали брату или отцу, давали какой-то выкуп. И он говорит, я скажу, выкуп там, например, 20 ослов, они или 20 там баранов. Они пока пойдут за этими баранами, я скажу, уже дали 50, а они друг друга боялись. У них было, во всех этих обществах был прав тот, кто сильнее. И тот, у кого есть 50 баранов, он как бы сильнее, чем тот, у кого есть 20 баранов. Потому что у него эти 50, потому что он их сохраняет, и он их отобрал, может, у кого-то. Ну, нужна была сила, чтобы дать за женщину 50 баранов. И он говорит, так, я буду все время съезжать. Тут, знаете, и уедем с этого места. Придем в другое, опять 20 баранов, 50 баранов. И я все время будем, ну, как-то обезопасимся. Сара говорит, хорошо. И тут вот написано, и пришли они в Египет, и увидели египтяне женщину, то есть Сару, Кияфа и Меот. Увидели, что красота, прекрасно она очень. Она была очень красивая. У нее был такой внутренний свет, который, который прямо, ну, все от нее прям вау. Ну, была дикая красота. И написано так. Уля Авраам, значит, сейчас, сейчас, секундочку. А, Вейру та Саре Паро. Увидели ее министры фараона и прославляли ее очень. Вейру та Эль Паро. Прославляли ее Паро, и была взята эта женщина в дом Паро, в дом фараона. Вот это Авраам не предосмотрел. Вот это Авраам Авину не предусмотрел. Потому что, когда министры фараона, который был главный маг, он был главный, представляете, пирамиды они строили. То есть, это что-то было невероятное, магия такая. И Авраам, он мог съезжать все время 20 баранов, 50 баранов, простых каких-то таких, да, местных, местных олигархов. А когда пришли от самого фараона и сказали, все, мы берем твою сестру, значит, и отвозим к фараону, ему нечего было ответить. Он не мог сказать, что дает кто-то больше, и у него, его вот этот заготовленный ответ, чтобы было время уехать, он не сработал. Что делает тогда Авраам? И значит, Авраам что делает? Он молится Всевышнему и говорит, это уже предание, это прямым текстом не написано, в Торе это как кот. А есть устная Тора, в которой рассказывается, как это все было глубже. Значит, что делает Авраам? Он молится Всевышнему и говорит, Всевышний, я выполняю полностью твою волю, у меня другого нет никакого в жизни интереса. Сара, она великая праведница, она в жизни ничего, то есть, вся ее цель в жизни, это только помогать людям, делать добро, и приводить всех к вере в единого Бога и бороться со злом. Значит, сделай что-нибудь, это твой мир, я на тебя полагаюсь. И что сделал Бог, когда ее забрали во дворец фараона? Написано так, в 17-м отрывке, написано так. И ударил Бог фараона ударами, негаим, это как язвы такие, большими ударами, язвами, телесными какими-то язвами. И весь дом его. По слову Сары, жены Авраама. То есть, говорит Тараш, и здесь прямо комментатор из Устной Торы, что Сара говорила Ангелу ударь, и прямо шла язва на того, куда она говорила. Значит, и великим маг фараон и вся его окружение, они все покрывались язвами и не могли ничего сделать. И что сделал тогда фараон? И позвал фараон Авраама и сказал, Мазута Сита, он ему говорит, что ты сделал мне? Зачем ты сказал мне, не сказал мне, что она твоя жена? А Сара сказала, что я жена Авраама, и я замужняя женщина, и, ну, то есть, какой замуж? Я замужем. И, значит, фараон сказал, зачем ты сказал мне, что она твоя сестра? И я взял ее себе в жены, хотел взять ее себе в жены, а теперь он говорит, вот твоя жена, забирай и иди. Значит, и приказал паро своим людям, и выслали его и его жену, и все, что у него из Египта. И поднялся Авраам из Египта, Египет находится ниже земли Израиля, то есть, Израиль это в духовном плане самая высокая земля, Египет внизу. И поднялся Авраам из Египта, он и его жена, и все, что у него, и его племянник Лот с ним, поднялись они куда? В пустыню Негев, там, где сейчас Бершева. И был Авраам Кавет Меот, и было у него очень много, значит, были стада, фараон ему дал стада, серебро, золото, только уходи. И пошел Авраам, значит, по пустыне Негев, и дошел он до того места, где до этого он построил жертвенник Богу. И, заканчивается сегодняшний отрывок, пришел он к месту жертвенника, который сделал там в начале, и возвал там Авраам именем Бога. Теперь мы видим, зачем Бог это сделал. Представьте, приходит Авраам откуда-то, приходит человек-проповедник, приходит человек-проповедник в землю Кнан. Там эти идолопоклонники, приходит Авраам, значит, у него пять осликов, и там жена Сара, и все. И говорит, я вам сейчас расскажу о едином Боге, создателе неба и земли. Они на него смотрят, а ты кто? Он говорит, я Авраам из Урказдима, из Харана. Они говорят, не знаем такого, не слышали. Это где? Это где? На Чукотке? Он говорит, нет, это Урказдим, Междуречия. Они говорят, не знаем такого, ни Бога твоего не знаем, ни тебя не знаем. Сейчас мы тебя тут убьем, и все. Что делает Всевышний? Всевышний делает голод в той земле, что им не до Авраама. Авраам уходит в Египет. В Египте он делает чудеса. Египет, это как сейчас была Америка, самая, самая, ну, великая страна того времени. То есть фараон, это самый великий маг. И Авраам в Египте, в сердце магии, побеждает самого великого мага. И возвращается со стадами, с золотом, с серебром, и с египетской принцессой, которую фараон дал ему в рабыне, сказав, что лучше будь рабыней в доме у вот такого великого человека, чем ты будешь тут в Египте принцессой. И вот тогда он возвращается, и тогда его начали слушать. Тогда вот, и представляете, как Всевышний сделал, как красиво, что вся вот эта была история, для чего? Чтобы вот здесь мы видим, и вернулся Авраам, жертвеннику, и тогда он уже сделал такое там представление, как, ну, в наше время, чтобы Лявдель, как, там, как Капперфилд, чудеса, спецэффекты, и тогда люди начали к нему прислушиваться. Понятно? И иногда, и иногда получается, что Всевышний делает человеку какие-то сложности, как золото, которое очищали в печи, очищали золото, чтобы оно было чисто золото, его очень сильно нагревали, или закаляли железо. Также человека Всевышний проводит через разные сложности, для того, чтобы он поднялся на более высоте уровень. Все, всем удачи и успехов. Как есть в иврите слово «нисайон» – испытание, оно похоже на слово «нисайон», значит, это поднимание. То есть испытание – это как ступенька, ты можешь упасть вниз, упасть вниз, сломаться, а можешь подняться вверх, стать сильнее. Нисайон – он испытание, или тебя поднимает вверх, или ломает. Все, но главное – это такая есть из устной торы мудрость, что Всевышний не дает никому таких испытаний, которые человек не мог бы перенести. То есть если он дает человеку испытание, значит, это потенциально очень сильная личность, у которой есть силы это испытание пройти и подняться на следующий уровень. Всем удачи, успехов, хорошего дня, чтобы Всевышний дал благословение во всех хороших делах, здоровья, благополучия, духовный рост и, как мы желаем друг другу в Рожа Шана, но можно желать каждый день, чтобы год был хороший и сладкий, чтобы было много добра сладким путем, без вот этих вот там испытаний, чтобы Всевышнему не приходилось нас подпиливать, а чтобы просто он нам говорил, что делать, и мы делали. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня.